Верховный суд Испании отложил экстрадицию Александра Павлова, личного телохранителя Мухтара Блязова, в Казахстан. Фактически же, по мнению адвоката Павлова Марии Косты, речь идет об отказе от такой процедуры. Я хочу отметить, что это решение было чрезвычайно необычным, крайне необычное решение. Верховный суд Испании отложил принятие решения до того момента, пока они не получат информацию из Польши о деле Муратбека Китибаева, который обвиняется в том же преступлении. Испанский суд хочет узнать о том, как рассматривается дело в Польше. В частности, их интересует представление политического убежища господину Китибаеву. Все это говорит о том, что испанские судьи фактически признали, что казахстанское дело носит политический характер. Члены Верховного суда Испании взяли паузу до 25 октября. Вполне вероятно, что они рассчитывают, что к этому времени будет принято принципиальное решение о предоставлении политического убежища Муратбеку Китибаеву. Которого Казахстан, так же как и Павлова, обвинил в организации теракта в Алматы. Правда, документы присылать в Польшу казахстанские власти не торопятся. Все-таки, в отличие от Испании, Польша не имеет экономических интересов в Казахстане. Есть все основания верить в то, что Верховный суд примет решение, запрещающее экстрадицию, и господин Павлов будет освобожден. По мнению Марии Косты, существенный вклад внесли акции в поддержку ее подзащитного, проведенные в Истане и в Москве. Кроме того, представители испанской Фемиды наверняка учли печальный опыт итальянских коллег и решили перестраховаться. В Казахстане за минувшие годы стало популярным преследовать политических противников Назарбаева, фабрикуя уголовные дела. Начальнику личной охраны Мухтара Блязова Александру Павлову, вменяют якобы осуществление террористического акта в Алматы, которого не было. Мурадбек Китибаев, лидер партии «Алга», обвиняется Казахстаном в организации этого теракта, а бывший министр энергетики, индустрии и торговли республики Мухтар Аблязов значится как инвестор несуществующих взрывов. Андрей Заокский, Андрей Цуканов, Москва, телеканал 1612.